дорогие друзья добрый день вечер ночь мои юные уже наверно даже пожилые любители футбольных острых ощущений менеджеров табличек тогда сразу хочу извиниться за качество микрофона пока другим не располагаю зато располагаю прекрасные бета-версии игры футбол менеджер 2223 бета-версия ну кто шарит прекрасно знает то что бета-версия не отличается ничем от релизный до первого патча то есть когда выходит игра в релиз она точно такая как бетка может быть какие-то супер косяки если они есть поправят ну то есть иногда бывает прям вообще жесть какая забагованная бета я за те годы что играю в fm встречал такое может например неправильно работать правило легионеров каком чемпионате и такое даже бывало может еще какой-то там дикий косяк быть например там чемпионате греции на второй сезон не генерируется расписание это по фиксе но в целом движок и сама игра и база данных будут до первого патча крупного будут такими же как в бетке все будет то есть ничего не изменится если кто-то там действительно верит то что там бетка будет отличаться чем-то от релиза в принципе это по сути ну ранний доступ небольшой тест и принципе это уже возможно сейчас поиграть в эту игру но возможность это не такая простая как обычно потому что нынче чтобы приобрести эту игру надо заморачиваться но либо жить не в россии потому что в российском стиме она больше не продается соответственно нужно либо переводить свой стим на казахстан и покупать 15 тысяч тенге либо переезжать в европу и покупать за 60 евро но вряд ли кто-то будет ради этого переезжать до в европу но в россии бы эта игра тоже стоила три тысячи три с половиной тысячи возможно в этот раз наоборот даже хорошо что она не вышла потому что ну кто-то возможно не отдаст деньги этим алчным жлобам из сигами с которые я уже не помню даже честно говоря сколько лет продают одну и ту же игру если ну на фифу за это гонят то футбол менеджер не меняется я уже даже не знаю меняется только база данных уже сколько лет без кардинальных изменений чуть движок крутит при том что графическая составляющая все также находится в прошлом тысячелетии и все и больше никаких по сути изменений просто база данных новая и по факту ну какие-то новые экраны которые никто не за это я уже даже не помню когда была юзабельная последний раз фича добавлена который ну кто-то пользовался бы то есть да какое-то разнообразие там вносят периодически что-то меняется запустить там fm 12 он будет отличаться конечно и по возможностям по всему не так кардинально как например это бывало раньше то есть если там сравнивать какой-нибудь когда колобки еще бегали без возможности 3d я уже не помню какой-то был fm в котором реально 3d появилась да вот это вот был шаг вперед до этого клапкам был шаг еще когда серии называл чемпионшем менеджер когда были просто текстовые комментарии появились колобки вау я все жду когда наконец 10 счет поменяется прежде всего ну хотя бы графин на уровень я не знаю на фифа менеджера вывезут потому что кто-то может сказать или я ты чё играешь таблички тебе нужен графе но я уже просто не могу на это смотреть реально уже просто болевать тянет но одно и то же уже какую часть я запускаю интерфейс даже тот же самый этот мужик стоит в каком-то магазине обуви блять который год подряд уже даже главный экран не меняется ничего не меняется мы просто ничего блять абсолютно и просят каждый год по 60 евро пиздец вообще наглости такой можно только позавидовать я прямо говорю потому что но это просто это раздражение вызывает сумасшедшие фанаты табличек всякие которые ну не способны критически мыслить они будут довольны в любом случае они покупают каждый год каждый год наиграют по 1000 по 2000 по 3000 часов смотрят эти 3d матчи абсолютно всраты и по содержанию и по как бы внешности да то есть графика отвратительная геймплей который там показан анимации скрипты все настолько блять ужасно и каждый год какой-то новый косяк то выхода один на один не работает то все угловые залетают то какие-то там я не знаю фантасмагорические удары выше ворот из любых позиций то короче ну я даже уже не помню что было в прошлой части я каждый раз в стиме писал рецензию последние три или четыре года каждый раз отмечал новую ахинею сейчас можно было бы в стиме поковыряться но у меня на другом аккаунте предыдущей версии купленной а там как раз расписывал самые ублюдские скрипты из прошлой версии я уже не особо помню мне это не мешало особо играть но мне приходилось находить для себя какой-то челлендж чтобы заинтересовать себя да то есть та же самая андора обычная сейва уже просто сил нет играть тоже кажется что в какой-то временной петле застрял потому что fm ну реально не меняется играть в одну и ту же игру прошу прощения столько лет это ок это нормально многие играют вообще в игры без изменений десятками лет какой-нибудь не знак это хотя не даже для ему и выходит обновление для этой игры по сути обновляется только база я согласен играть в одну и ту же игру там 20 лет подряд но все что они выпускают как новую часть можно абсолютно спокойно выпускать платным апдейтом за 300 рублей блять ну серьезно это не заслуживает того чтобы называться каждый год новой игрой я если раньше ну просто качество игры само-то по себе не низкая да это самая большая по прежнему база данных игроков и аналогов нет и ну сами понимаете но если раньше все это прощалось и игре там ставили 9 из 10 просто горели да на введение нет но это все еще лучше менеджер то спустя 10 лет блять мне кажется это уже ну типа наглость какая-то и так уже сказать нельзя тем более ну надо других менеджеров нет но на фоне остальной какой-то игровой индустрии например тот же 3d матч из fm но это уже выглядит как блять не знаю как колобки нахуй 2d настолько же это убого блять мерзко даже ну я не знаю посмотрев на конди графин не знаю фифы 10 лет назад там я не знаю ну что на такой-то уровень можно какую-то картинку вывести опять-таки многие скажут зачем ты вообще говоришь про 3d матч там большую часть карьеры те кто шарит крутит на instant result на холиках вообще там и так далее там подобное да нет блять хочется уже как чего-то свежего что-то новое увидеть на экране блин да если бы мне сейчас показали этот экран искали какая-то часть там за последние лет шесть и я бы не угадал не в жизнь они все одинаковые абсолютно давайте отключим скрытие свойств игроков и добавим ну к примеру все топ лиги англия германия из израиль не будем наверное так франция не особо интересно испания россия и италия ну ладно пусть будет и франция все с первых лиг просто чисто базу почекать я в современном футболе не особо шарю вот но все-таки интересно посмотреть на каких-то игроков так и начнем наверное тогда в давайте в италии за events у них как раз проблемы серьезные в реальной жизни насколько я знаю сейчас не очень хорошо играют вылетели из лиги чемпионов к тому же клуб перестал называться зебре я если что никаких патчей не накатывал выберем ювентус и стартанем если что российскую лигу не выкинули из игры она осталась но клубы как и в реальной жизни и сборная нигде не участвуют поэтому ну я не знаю играть без каких-то дополнительных патчей возвращающих еврокубки я думаю что нереалистично естественно на данный момент времени я думаю неинтересно будет так-то я обычно играл всегда именно россии потому что сезон короткий не очень напряжный но сейчас это полнейшая бессмыслица вообще я планирую на этой неделе пока у меня еще нет возможности стримить записать записать несколько роликов на такую менеджерскую тематику я хочу дать еще один шанс фифа менеджеру 22 ну точнее 14 с бачем на 22 сезон и сделать все таки карьеру за летний дождик и выиграть лигу чемпионов летним дождик дождиком так а такова цель и плюс я затестил новую фифу может быть если это видео соберет 5 лайков я но поиграю в новую фифу тоже ультимэт тим мне там упал игрок за 2 миллиона на на лучший дроп который у меня был когда-либо вот но у нас на прогрузилась база данных давайте создадим женского менеджера назовем яна с панели итальянская такая тема но второе гражданство мне лень выбирать оставим россию дата рождения пусть будет помоложе пусть будет свежая такая девочка 8 марта международный женский день прекрасный день чтобы родиться так ну что сделаем 125 сантиметров не знаю миниатюрную такую чтобы я не знаю я считаю что футбол реально очень сильно как бы сказать сексуализирован точнее наоборот дискриминационно сексуализирован то есть в кругом мужчины и только сейчас появились арбитры женщины когда уже профессиональные клубы начнут нанимать 125 сантиметровых женщин вот такого вот веса на должность главного тренера мне кажется пора вот идеально мне кажется тренер сразу почти все квоты которые сейчас вводят в некоторых футбольных федерациях на допустим людей с определенным цветом кожи полом сексуальной принадлежностью там были бы закрыты одним таким вот прекрасным специалистом ну ладно на самом деле конечно же я боюсь что отвратительные футбольные мужики не будут слушаться такую даму поэтому вот такую вот выберем да сну сну как помните была серия футурами сделать 3d модель из вашей фотографии конечно конечно добавить фото я уже подготовился у меня есть вот такое мое фото сейчас мы будем соответственно делать модель вырезать лицо звучит как-то конечно немножко по маньячески но ничего не поделаешь создаем модель но это будет модель всем моделям модель знаете эти модели фотомодели прошлого они сразу уйдут мой господи какая няшка это точно получилось из меня я как раз хотел пошутить что модели прошлого уйдут навсегда в прошлое типа всякие там где-то всех моделей забыл одна какая-то шарон стоун бабка старая крутится в голове но в общем про них можно забыть когда есть такая красотуля так давайте прическу какую-нибудь достойно немного не то на вот так вот выглядят женщины которые увлекаются футболом не удивляйтесь именно так даже не знаю честно говоря не хочется выбирать что-то сильно сексуальное потому что тогда футболисты могут перестать думать кожаном мечей о том как его пнуть будут больше думать о своем тренере вот это мне хотя нет это тоже как-то слишком симпатично блин мне не нравится дайте другую что не то дайте другую вот это гораздо более чем похоже на то чтобы мне хотелось я просто не ожидал что мое фото такое сгенерирует что-то давайте попробуем вот так какая женщина получится из этого персонажа не начал принципе у всех у нас есть женское начал конце концов мы все вылезли женщины не стоит об этом забывать если конечно вы не вылезли из мужчин вот утвердить модель это то что нужно макияж тональный крем так такая вот помада что такое мушка сделаем мушку это родинка тени для глаз улова блять получился джаред лето знаете из фильма отряд самоубийца ничего не поделаешь ну никто не мог предположить подобного но это получилось что уж теперь так мы брови вот такие на цвет глаз пусть будет голубоглазая симпатичная женщина ну и самые женские очки которые я здесь вижу это вот эти безусловно черные черные правы или знаете более радужные пусть будут воля так но и осталось только определиться с прической все же так давайте сразу свет раз уж мы делаем жара до лета блин кого то еще напоминает ходорковского что не знаю все таки не могу никак определиться именно с прической все какие-то все не то какую не включу что-то не хватает все время ладно вот это вроде неплохо смотрится так одежда смотрим какие варианты одежда у нас есть ну я думаю что что спортивное не в пуховик же укутывать совсем страшно смотрится как будто она то ли беременная то ли пивом нагрузилась не знаю кешмар какой-то так а это что ну блин не знаю а где шарф то здесь нарисовано шарфом а шарфа и не дают я хотел шарфом сделать ладно ладно давайте так это норме считаю все таки так и цвет может быть розовый прекрасно прекрасные очень идет зеленые туфли и голубые штаны блин это недостаточно голубые кайф аксессуары еще теперь есть теперь можно с этой одежды прав часы не видны а жерель из этой одежды тоже не видно но можно все колечко выбрать пусть вот это будет любимый мужчина подарил стиль управления окей начинаем игру клуб ювентус вступит в свой 125 сезон под руководством нового менеджера я нас панель большинство экспертов с удивлением встретили назначение не имеющего опыта двадцатилетнего специалист который несомненно столкнется с множеством вопросов замечательно множество вопросов я думаю действительно к ней будут так сэвемся и переходим так давайте проверим расписание окей и переходим сразу в состав тогда мне не нужно обучение я человек который шарит посмотрите как много травм кстати неудивительно но и я насколько понимаю и в реальности то же самое и кьеза надолго выбыл и у пакба проблемы со здоровьем остается играть только вот этими вот ребятами давайте на влахович посмотрим нам всем на самом деле естественно интересно другое как выглядит как корин я думаю все кто запускал fm сразу шли именно это проверять но выглядит примерно так же причем футболки фиорентин где-то его смогли сфотографировать то есть он ее даже надевал круто отличные скиллы мне очень нравится перспективные нападающие но не знаю стоит ли его брать в ювентус или нет моя любимая динамо давайте заценим что у нас здесь получается мне больше всего интересны скиллы я правда этого игрока вообще здесь не вижу по какой-то причине где он может динамо 2 да саба сазонов саба сазонов это если что но я слышал что он собирается играть за сборную грузии да уже здесь он грузин это очень грустно то же саба сазонов это русский рио фердинанд это лучший нападающий в будущем мира скорее всего возможно следующий обладатель золотого мяча последним был канавара по масс мне память не изменяет среди защитников запомните этот прогноз если вы сейчас смеетесь над ним то когда он выйдет и возьмет кубок мира в составе сборной грузии ему дадут золотой мяч вы уже не будете смеяться вы добрым словом вспомните что вы уже слышали о том что так произойдет я абсолютно сейчас не шучу конечно скиллы у него просто смехотворные это абсолютный бред и чепуха так что по тюкавину разрешение атаки 14 это по моему слишком много у тюкавина реализация моментов должна быть не больше двух то есть финишинг 2 примерно все остальное ну плюс минус похоже на правду даже можно и лучше было бы сделать потому что при принятии решений выбор позиции на мой взгляд это вообще одна из его лучших и сильнейших черт то есть постоянно в штрафной оказывается там где надо в общем странно стран техника тоже можно больше накинуть что очень хорошо обрабатывает принимает мяч координация 12 тоже маловато на мой взгляд ну может быть а скиллы будут расти но и главный талант арсен захарян в нем уже заинтересован такой прекрасный клуб как south hampton ну здесь да здесь в принципе скиллов не пожалели вполне себе достойные и наверное перспектива какая то есть 150 160 потенциала ощущается уж не знаю где и в каких чемпионатах этот потенциал будет раскрываться потому что здесь теперь даже еврокубков нет ну давайте посмотрим тогда еще спартак большинство жителей россии болеют за этот клуб народный ух нихрена себе соболев какой-то прям очень сильный честно говоря приседает у него только ускорение ну даже не знаю выглядит как дзюба в лучшие годы наверное можно такое сравнение подобрать хорошие скиллы ну я думаю что ресерчер как и как и всем в глубине души болеет спартак поэтому неудивительно что скиллы каким-нибудь хламарям типа посмотрите ну я не знаю павел масло человек который не умеет играть футбол а здесь у него скиллы был лучше чем у саба сазона будущего обладателя золотого мяча ну какой идиот это придумал я даже боюсь представить то есть я не особо сейчас шарю за спартак давно уже не смотрю особо футбол с этого сезона даже рфпл перестал смотреть то что не вижу никакого смысла но в целом каких-то футболистов я помню например ну как и здесь хотя бы убогие скиллы абсолютно бездарный вратарь все справедливо зиньковский по-прежнему неплохо он всегда в фм их плюс-минус неплохо дать посмотрим федора чалова в общем довольно нормальные такие средние футболисты даже не знаю кого бы еще глянуть из таких например дайте пеняева пеняев всем интересен это считается главный российский талант его вроде как немного улучшили по сравнению с прошлым фм где он там впервые появился но все равно как-то все неубедительно выглядит честно говоря даже не могу сказать что здесь прям какой-то потенциал проглядывается потому что чтобы этот футболист стал но достаточной степени сильным все вот эти шестерки должны стать десятками плюс сомнительная выносливость силой плохие психологические скиллы то есть очень слабо все это выглядит непонятно будет расти или нет так роман ежов это русский гард бейл великолепный футболист абсолютно ну неплохую скорость ему действительно нарисовали в остальном довольно таки средний набор скиллов могло быть и лучше глущенков читерским всегда был нападающим в фм ну и здесь он явно ну выше уровня крыльев совета в целом хорошие скиллы кстати хотел посмотреть евгений вот хотя бы немного ухудшили да нет все такой же сильный защитник паспортист так но зенит зенит что там зенитом в зените в основном играют бразильцы даже не знаю кого из них посмотреть я в них не разбираюсь я путаюсь постоянно но вот на 16 17 скорее не скорость неудивительно что вообще жесть по меркам арфопал неудивительно что такое преимущество над всеми и в реальности да и в фами похоже тоже потом в конце сезона проверим и сезон до конца дома то андрей мостовой ну кому интересно я думаю поставит на паузу разглядят что и как пытаюсь вспомнить какого-нибудь интересного футболиста который например в этом сезоне раскрылся дате пом в оренбурге играет нападающий которым много забил вот этот сычёвый я не знаю это просто ужас конечно какой-то он наверно даже и 5 никогда не забьет в фэме в рфпл это просто смехотворно не удивлюсь если он снова отправиться в теплицу из которой вылез когда-то кого еще можно глянуть с торпеда вроде никого особо интересного нет спартак уже по кликали да в целом не знаю там краснодаре кто-то остался из тех кого я знаю спиртсан нихрена себе вот это серьезные кстати скиллы даже не знаю кто ответственен за спиртсана типа ресерчер краснодар или может быть армянский ресерчер но скиллы весьма и весьма неплохие вот этот чувак очень быстро бегает алиса гун алуси гун алла кун ле лис олеси гун 14 а нет погодите 1620 вау я не досмотрел что я привык же к другому расположению скиллов сейчас поставил обратно на английский алфавит да 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 1620 это вообще пипец он просто ракета жесть так ну и конечно же где он может быть химках да вот илья садыгов финишинг 14 суждено у него прям жесткие скиллы мне кажется для его уровня здесь явно замешан кто-то влиятельный по моему очень неплохо удар головой 13 первое касание 11 блин сколько у тюкавина первое касание я что-то забыл посмотреть в 11 то есть садыгов принимает мяч также как тюкавин и финишинг такой же в принципе игроки одного уровня плюс минус с так посмотреть да 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 так оно есть так оно есть так что еще локомотив который в этом сезоне валится прям вообще очень жестко миранчук все причем большинство клубов рфпл футболисты легионеры в аренду отправлены то есть теоретически они когда-то еще могут вернуться но при этом европ кубки во всяком случае в этом сэве да начатом на этом патче не вернуться точно то есть у динамо я так понимаю в какой-то момент вернется шиманский только не я не понимаю он как у него с арендой в 23 на и видимо будет продолжать играть то же самое марок касается то есть они не проданы они все в аренду уехали так на тасс рфпл а давайте посмотрим на апл в частности манчестер сити ирвайн хагеланд самый нами известный сейчас нападающий в мире забивает очень много голов я слышал и это выглядит конечно страшно такая морда увидишь такого сразу и не поймешь что это иноплантианин какой-то дэм как такого вывели то только то есть ну это природное явление или все таки какие-то знаете помните этот ротки где был дольф лунгрен который там закалывали какими-то жесткими анаболиками растили там на каком-то стуле он сидел и взращивался прорастал то есть ночью я даже не знаю у него же отец тоже футболист но я видел там просто какой-то обычный чувак кто его мать в таком случае мне даже трудно предположить может быть еще она с панели так все в принципе я еще знаю одного футболиста из современности этом баб вот он кулаян мбаб ускорение 20 скорость 20 что еще нужно казалось бы для современного футбола да в принципе ничего наверное класс все на этом мои познания современного футбола закончена я предлагаю выбрать какой-нибудь матч например ивентус интер 2 октября и посмотреть на геймплей прежде чем мотать решил посмотреть может быть взять какую-нибудь легенду на бесплатном трансфере здесь смотрите сколько интересных персонажей чан сюкы знаменитый гонконгский бомбардир между прочим 36 лет 68 игр 37 голов да это вам не шутка также кейт гумпс сэнд китситс 49 лет 123 игры 47 голов ни хрена себе и скиллы вполне себе неплохие жалко фотографии нет но он что-то по-моему 14 года особо не играет футбол но в футбольном мире присутствует а ведь поиграл несмотря на то что он действительно начинал в сэнд китс и иные нависе поиграл в англии за хал тот самый который тренировал слуцкий это вам не хухры мухры но тогда конечно слуцкий его не тренировал давайте посмотрим кто еще здесь известных футболистов но джованни до сантос даже не такие плохие скиллы если бы не выносливости сила по 7 и 9 соответственно софиан фигули тоже довольно известный футболист об афине мартинс если учесть что я думаю что об афине мартинсу в момент когда он например играл за интер и считался 16-летним было уже лет 50 то я даже боюсь представить а это было 20 лет назад то есть сейчас ему 70 скорее всего его при этом еще несколько лет назад за 4 миллиона кто-то купить умудрился в китае это конечно жестко абсолютно об афине мартинс 37 в скобочках 80 вильфред бани кстати уже за большие деньги покупал манчестер сити 38 миллионов охренеть сколько он за них забил 6 ну достойная результативность то есть один из известнейших сильнейших нападающих германии наверно разобил примерно столько же за челси реза гочи анчин чечень кончу гучу не счет вот такой вот знаменитый иранский нападающих что действительно посмотрите он действительно похоже довольно известен я про него никогда не слышал потому что я бы конечно же запомнил такого персонажа но даже играл в херенвей не забил 19 мячей не так давно причем уже практически будучи зрелым футболистом кто еще эмануэль маюка тоже какой-то знакомая что-то знаете ли почему знакомая трудно сказать потому что нет я вряд ли его знаю зомбиец рикардо куареж мы это уже серьезно куау какие скиллы очень жалко что что ускорение 9 скорость 10 но зато навеса 20 вот этой внешней стороной стопы блин даже хочется приобрести человек было перспективно не а рональду криштиану насчитался сейчас конечно класс не слишком разница на данном этапе карьеры когда она уже подходит концу но тем не менее было бы прикольно но я думаю что все-таки на уровне ювентуса такой я не заиграет кто еще здесь есть этого не знаю но зато вот знаю грациана пели помните такой нападающий какая-то английская команда за него отвалила да да это был саут гемптон 14 миллионов после кстати он неплохо сбивал премьер-лиги то 23 мяча за саут гемптон за два года это нельзя назвать провалом потом поехал в китай деньги зарабатывать и даже там забивал 30 сколько ну 36 уже так-то неплохой футболист сиду думбия это человек который старше об афеме мартинс посмотрите на его фотографию это причем было сделано фк сионе а ну два где-то года назад он уже был глубоким стариком вот у него кстати ускорение скорость 15.11 сохранились и даже в принципе где-нибудь в рфпл он до сих пор мог играть даже на уровне и ну вполне приличного вполне приличного клуба штамм говорить человек в 2017 году за базе 20 мячей настрелял хотя ему уже было глубоко за 100 то есть ну это конечно уважение таким парнем по барак бусуфа известный по игре за анжи в тот самый период когда там было много звезд даниэль старич человек который просто просрал всю свою карьеру 32 года просто посмотрите как он плох до думбия в 115 лучшим сохранился слон приват какой знаете мне кажется этому человеку нужно обязательно стриптиз пойти чтобы так сказать вселенная ощутила некий концептуальный удар от происходящего лайк риме замучили этого нападающего травму в свое время джузеппо россину если говорить про травму то вот наверно кто больше всего пострадал я был уверен что он уже завершил карьеру но нет еще играл в серии б в прошлом сезоне фернандо лоренто мне кстати очень порекомендовал спортивный директор в новостях я видел скорость 7 скорость 9 ускорения 7 ну это серьезно конечно нападающий но пожалуй что его время в ювенции уже прошло эдер смотрите легенда локомотива и сборной португалии тот самый человек который забил целый гол в 20 матчей за локомотив именно столько же голов он забил финале чемпионата европы получается оправдал ожидания фузи гулам кстати у него кстати неплохие скиллы и блин все таки зебре больше нет есть ювенту зато вместо напали теперь прозинопе на ну гулам я помню фифе у него все время карточка была достойная да и 31 год и в принципе нормальные скиллы даже играбельные я бы сказал мусадимбеле 34 год тоже очень приличные скиллы но последние годы играл в китае то есть тоже поехал за длинным вкусным юанем роман зазюля тоже довольно таки известный футболист последние годы забивал по три мяча это круто габриэль тамош это тот самый который играл когда-то в спартаке в период безвремени этого клуба 38 лет да ладно да вы посмотрите два с половиной миллиона сплотил спартак бухарестскому динамо за этого сильнейшего опорника он еще пример лиги потом поиграл ну молодец там что я могу сказать людовик матье бал именно так полностью зовут этого персонажа ну это и типичный бал посмотрите на нему 36 лет такого конечно хочется сразу подписать так кто еще интересный попадется это что мексика элиро элия тоже помню такого футболиста голландского довольно известный тип ну и конечно юрий жирков он еще и карьеру не закончил в этой игре ну слушайте дать может шанс ветерану в ювентусе посмотрю может быть еще есть кто из наших если есть то подтянул если нет то возьму жиркова потому что вряд ли уже будет кто-то более достойный до кошта защитник тоже играл в локомотиве ну вроде так массу никто не попадается из тех кого я знаю больше давайте посмотрим есть ли например какие-нибудь футболисты моложе хотя бы 27 из достойных до которого за сборная заигранная не самые последние здесь несколько литовцев да и в общем то все то есть самый знаменитый это армин хоржич он выглядит каким-то слишком перекормленным если честно 180 80 но мне кажется больше похоже на 180 100 такой вот футболист так скинулась почему-то настройка моя за молодежную сборную может быть кто-то играл да вот тут кстати есть еще парни с русским паспортом ответали лысов кстати неплохой защитник непонятно почему валяется на бесплатном трансфере он всегда в fm был вполне достойно кстати маст покупка для средних команд фпл если кто будет там играть без еврокубков можете смело подписывать ну для фнл то это вообще просто топ топач максим карпов тоже не так плохо надо сказать кто еще тут есть шамсидин шанбиев из спартака такого не знаю вратарь давбня есть или долг мне есть из французской молодежки какой-то парень адама де ахаби но он очевидно только бегать и умел видимо но здесь мы сейчас на момент сэйва 26 лет здесь мы увидим а 15 и он наверное был очень силен в юношеском футболе если вы понимаете о чем я так кстати еще один у французов видимо это распространено если я вижу какого-то не сложившегося французского футболиста то это всегда футболист с африканскими корнями который видимо рвал на молодежном уровне 182 89 посмотрите на этого красавца ну кстати неплохие скиллы жорис гнагнон 16 миллионов рэну заплатила сивилия и он за нее даже не играл обратно в аренду отлетел ну видимо какие-то травмы что ли я не знаю сотрясение мозга может поэтому он такой грустный на этой фотографии ну честно говоря я даже вижу перспективы у этого парня был в ювентус даже подписать бумок но к сожалению на его место будет занято юрием жирковым скорее всего георгий тигей сколько лет на спартаке протусовался но много скажем так немало евгений назаров да в фнл тут есть кем укрепиться скажем прямо углу это воспитник чертанова именно видимо из-за этого через молодежки был прогнан ну и все в принципе то есть гнагнон наверное самое достойное что я здесь увидел из таких молодых так ну чё подписываем жиркова получается на перспективу интересно павлюченко здесь нету он вроде закончил недавно есть еще но уже тяжеловато будет из него сделать супер звезду конечно и ювентуса все-таки скиллы уже не так впечатляют как когда-то а жаль хороший был нападающий можно было бы дать ему второе дыхание но мы будем подписывать юрия конечно жиркова если у нас вообще есть слот на иностранцы к сожалению нет только двух игроков не входящих в евросоюз увы не будет ну тогда возьмем гнагнона не уходить же с пустыми руками я правда не знаю мне кажется что да не даже чуть не уверены что нужен мне гнагнон я хочу каком-нибудь крутого нападающего так ну мимо гнагнона пройти не могу давайте посмотрим на атакующие скиллы завершения и это бы подождите блин латцевич валяется на бесплатном трансфере какого на бастиан баду это конечно замечательно это здорово классный форвард 16 финишинга но я не знаю кто это такое вот кто латцевич я знаю но как его подписать он же не дай бог закончить еще карьеру я так понимаю да уже подписаны оба вот в это трансферное окно и латцевич я никак не смогу сейчас подтянуть на знаете что специально для латцевича добавить нового менеджера новый профиль сделаем тогда еще одну женщину нет давайте мужчину в этот раз мужчина назовем его на кого он похож не знаю кингдом гуа е пусть он так будет называться это принципе не важно вот он уже будет более миниатюрным для мужчины рост неважно чем меньше рост запомните тем успешнее мужчина я давно это замечал потому что ему надо куда-то так сказать свои комплексы точнее нет неправильно я выражаюсь надо как-то справляться с тем что природа не наградила его ростом он более стремительный так узнать стремящийся к успеху потому что ну 178 плюс гигантом жизни так подарила все успешность там так далее там подобное молодым ноги так прическа наверное нет вот наверно более такая нет тоже это более африканский вариант брови растительность на лице потрясающе вообще мне очень нравится так но и одежда здесь мы соответственно выберем что шарф дальнюю слава богу господи я уже думал не дадут шарф по кайфу соответственно шарф будет динамовским так все остальное будет странных цветов нет стоп все остальное будет странных цветов коричневых серых красных белых выглядит здорово мне нравится аксессуар вот и на часы посмотрим на это очень важный выбор естественно это одно из нововведений мы не можем его не отметить и мы берем тогда получается барселона да действительно барселона и попытаемся сейчас до лацевича писать надеюсь здесь это удастся сделать потому что русский месси должен занять место аргентинского давайте это даже слишком малые не то нажал надеюсь удастся подписать на давайте мы сразу миллион подъемных тогда дадим подождите а у меня вообще есть деньги ноль на трансфера тогда мы не дадим лацевичу денег дополнительных но какую-то зарплату побольше я могу дать например 14 14 тысяч долларов и премия за гол 10 тысяч и премия дайте еще за голевые передачи здесь еще странно что такого прекрасного футболиста хотя бы в медиа лигу никто не позвал блин я на слишком малое количество лет дал контракту уже уйдет реал в конце и в него будут кидать свиную голову как луи шефигу до 2025 брата так ну что ж игроков посмотрели каких-то с фри каких-то посмотрели не с фри дайте ливандовского глянем вот так вот он прекрасный ливандовский природные данные 20 ладно помотаем и там ближе к второй половине сезона или к интересным матчам покажу как изменился движок ну что ж наступил октябрь и приблизился матч который я хотел посмотреть это матч с интером интер сейчас идет не очень удачно не очень хорошо на восьмом месте лишь а вот ювентус выиграл все матчи причем большинство из них крупно а группа ну это просто мечта они группа в лиге чемпионов порту заграбская динамо и карабах наверное только реальный интер мог бы не уйти из такой группы да и то вряд ли мне кажется справились бы как-нибудь травма потихоньку отпускает единственный лучший бомбардир перед важнейшим матчем естественно как обычно травмировано знаете что я нашел новую вкладку планировщик состава вот так вот здесь можно планировать состав на следующий сезон на сезон после смотреть какие у тебя игроки будут на каких позициях что-то похожее уже было правда можно было просто ну например выровнять всех по потенциалу и вот так вот убрать ненужные позиции посмотреть например своих лучших футболистов на позиции то же самое в центре аналитики было по моему я я короче не очень понимаю но возможно этим можно пользоваться как вот когда у меня тяжелые сейвы были где нужно было прям переворачивать ситуацию или где стревал где-нибудь в низших дивизионах на долгие годы я брал листочек и я понимал что на каждую позицию мне надо по два игрока я прям писал там защитник правый защитник левый и искал в базе в поиске до тех кого можно было подписать выписывал и проектировал вот это похоже то же самое то есть за 60 евро я в новой версии фэма экономлю на листочке теперь он у меня встроен в игру но я этим пользоваться все равно не буду мне это нафиг не надо но тем не менее есть такая возможность и это круто почему бы и нет в конце концов что-то же должно отличаться я наверно мой за кино поставлю в пару к влаховичу и будем играть барселоне кстати дела идут ну в общем то неплохо команда на первом месте а на очку больше чем у реала по потерянным так что kingdom гуае пока справляется единственное что я не понял почему я ну тестил уже эту игру там немного и я создавал абсолютно серьезного менеджера у него тоже была серьга ухи у этого похоже любой мужчина которого вы создаете в этой игре награжден с серьгой ну так как игра не называется корсары или сидмейер спираты то я думаю что намек понятен как там латцевич восемь игр целая игревая передача неплохо идут дела это радует ну что ж а вот она битва Ян Эспанелли против Симона Энзаги. Посмотрим, посмотрим, что получится. Так, состав получается. Димария слева. Маккенни справа. Фагиолли. Атакующий полузащитник. Я не знаю этих футболистов. Давайте еще раз нажму быстрый выбор. Димарию направо передвинули. Костича поставили налево. Банучи, Бремерга. Ну, защитников и вратаря я хотя бы знаю. И все же мой Зекин. И утвердить состав. И да, это прям первый матч, который я увижу сейчас в ФМ. Я в предвкушении, что будет что-то невероятное. Серьезный состав противника. Лукака, Мартинес, Челханаоглу, Борелла. Ну, в общем-то, посильнее выглядит, чем у нас. Я хочу, чтобы вы играли так же, как в прошлый раз. Не знаю, как они играли в прошлый раз. Но, видимо, хорошо. Ну, что ж, начало игры. Да, выглядит по-прежнему отвратительно, конечно. Все это просто ужасно болевотно. Влахович, удар выше ворот. Слушайте, а есть какая-нибудь... Сейчас будет опасный момент. Попробую камеру как-нибудь поставить, знаете, так поближе к полю. Может быть, я какие-то детали тогда смогу разглядеть. Скорость пониже сделаю, чтобы они не мельтешили на экране. Просто хочется вот все-таки понять, ну, хоть какое-то развитие в графине-то происходит. Или нет. Так. Ну, такой себе режиссерский аналитик. Это вообще не то вертикальный вид с боковой линии. Не, наверное, ТВ получается самая такая нормальная. Давайте скорость поменьше. И смотрим. Оп. Подача идет. И Банучи бьет мимо ворот. Или Влахович бьет, не знаю. Даже на такой скорости я не понимаю. Вот в прошлом Афеме я никогда не мог понять, попали в перекладину. Или выше ворот ударили. Только из комментов снизу можно было понять, что произошло. Здесь также ничего не понятно. То есть, от кого мяч отлетает, кто бьет, куда бьет. Челхонаглу с мячом. Пас направо. Так, пинает мяч. Шкринер останавливает. Разворачивается. Пас назад. Брозович. Снова на шкринеры. Вау, какие... Как он перекладывал мяч красивый. Удар. Челхонаглу. Дальний удар от перекладины в ворот. Ну, что-то, честно, мне кажется, мог бы исправиться с этим ударом. Интер ведет. А это значит, пора сказать, постарайтесь всей команде. Что это за позорище такое? У нас же все складывалось не так уж и плохо. Так, я не хочу смотреть этот повтор, пропустить. Ну, шкринер, конечно, технично там крутился, вертелся под себя, убирал. Ну, давайте более атакующий настрой, получается, надо ставить. Войцик, честно, вводит мяч в игру Бануччи. Ну, что, какая-то позиционная, долгая такая атака. Я прям предвкушаю ее. Но нет, Бануччи думает, что он Диего Марадонно закидушечку делает на Влаховиче. Не знаю, был ли офсайт. Влахович штрафной. Останавливает. Пас назад, ничего себе не ударил с нулевого угла. И Ди Мария каким-то безумным абсолютно ударом по невероятной траектории закидывает мяч в дальний угол. Ну, что я могу сказать? Давайте еще раз посмотрим. Вот этот момент, вот это мне понравилось. Прямо, оп, и назад. И Ди Мария, ух, как закрутил. Прямо самый уголок. Вратарь красиво прыгнул. Ну, в рамках графония, конечно, этого. Выглядит это все... Ладно. Деври с мячом на челханаглу. Неужели киков-глич мы сейчас увидим? Футболисты по-прежнему проходят сквозь друг друга. Снова Деври на Бореллу. Борелла хороший футболист, конечно. Ну и я уж испугался, что это на красную подкат. Костик. Бануччи. Ну, что Бануччи. Может быть, еще одну гениальную передачу. Вместо этого играет направо. Куадрада. Бежит. Выбивает Димарко мяч. Так что он к Влаковичу приходит. И тот накидывает. Ханданович просто так. Типа на. 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 Зачем бить сильно, действительно, когда можно не бить сильно. Так, если кому-нибудь... Могу ли я кого-нибудь выпустить? Давайте Робиову выпустим. Вместо Локотеля, у которого уже желтая была. Влахович штрафной. Ох, какой удар. Ханданович, вытянувший струнку. Вытаскивает. Повезло ему, что он стоял в том углу. Да. Удары, конечно. Летят ух. Налюбоваться невозможно. Димарея подачи с углового. Ну, я даже не знаю, как это все комментировать, ребята. Там было какое-то нарушение. Оффсайт. Но каким образом они с метра дважды в башку Хандановича угодили. Ну, что ж. По ХЖ у нас есть определенное преимущество. Я недовольна тем, что увидел. Надеюсь, во втором тайме я увижу что-нибудь более качественное. Так, мой Закина меняем на Милика. Честный. Куадрада. Бежит сам. В итоге мяч у него отбирает. Лукако в центре поля. Под прессингом отдает на Брозовича. Какой-то странный отскок. Лутар Мати Мартина сбьет в штангу. В ситуации, где, ну, тяжело, мне кажется, было в штангу попасть. Давайте осторожно я включу снова. Чуть не идет игра как-то. Я постараться, конечно, крикму, но... Чувствую, что Интер, крепкий орешек. Не-эм. Костик подустал уже. Ну, Кьеза еще травмирован. Выпускать его сейчас нет какого-то особого смысла, мне кажется. Дайте Винстона Маккенни выпущу. Блин, надо было вместо Робиота Паредоса выпускать. А что, если я сделаю обратную замену? Гениальные тренеры женского пола способны на такие мувы, я уверен. Что-то Интер атакуют, мне кажется. Слишком много даже. Давайте пойдем в атаку под конец. И постараться. Ну, определенно... Выглядеть все это стало с каждым годом. Там, начиная с 12-го, как вот этот примерно вот такой вот 3D-матч появился. Именно в таком виде, да. Он с каждым годом чуть менее дерганный. Чуть как-то, ну, в общем и целом все равно выглядит стремно. Я уверен, что через 1-2 сезона вы увидите все и будете просто стараться максимально по возможности скипать это 3D, чтобы оно меньше раздражало. Хотя есть, конечно, люди, которые один сезон играют месяц и смотрят все матчи на полных там моментах. Но это особые люди. Я их так называю. Слушай, неплохой, в принципе, пас на Милика. Но обработка какая-то стремная. Впрочем, Влахович и бьет Кандановича. В игре было два выхода. 1-1, 1-3, наверное, все-таки. Влахович там под углом тоже, можно сказать, выходил. То есть и все вот было не забито абсолютно бездарнейшим образом. Неужели опять та часть, где форварды мирового класса не могут переиграть вратаря? Челка на глум, на Лукаку. И все на этом. Похоже, больше моментов не будет. Хотя нет, вот 87-ая минута. Бремер на Данилу. Данилу красиво обрабатывает. Тут именно мелкие какие-то анимации, обработки. Чуть поменялись. Не было ли здесь офсайда? Лукаку забивает, но я бы варпе смотрел. Мне почему-то показалось, что надо смотреть. Нет, гол защитный 2-1. Интер, похоже, выигрывает все-таки. Не повезло мне в моем первом матче. Наверное, вот этот вот защитник. Бремер обосрался. Ну, Лукаку в момент реализовал. Так. Сверхатакующий. Но уже, наверное, поздновато. Да. Да. Но это было очень стыдно, что мы проиграли принципиальному сопернику. Это ужасно. Надеюсь, такого не повторится. Я стал мотиватором. И искренне надеюсь, что сейчас начнут поправляться все футболисты. И уж с такими зверьми, как Кьеза и Пагба, мы сможем выиграть серию А. Ну что, друзья. Сезон-то непростой. Сезон с чемпионатом мира. И он уже закончился. Ну, я думаю, что вы уже видите, что обладателем титула стала Аргентина. То есть, Леонал Месси все-таки добился своего. Ну, а вот как развивались дела, собственно говоря, на этом чемпионате. Из группы с Сенегалом Голландии, Эквадором и Катаром. Сенегал и Голландия вышли. Причем Голландия со второго места. Англия, США вышли из группы, в которой еще были Иран и Уэльс. Англия уверена, выиграв все матчи. То же самое сделала Аргентина в своей группе. Мексика заняла второе место. Польша и Саудовская Аравия. Борьбу не продолжили. Франц с Австралией вышли из группы D. Дания и Тунис вылетели. Причем здесь у Австралии, Дании и Туниса было по три очка. И все решалось с дополнительными показателями. Испания и Германия прошли дальше. Ожидаемо выбив Коста-Рику и Японию. Хорваты, вот они вышли из группы. Тут, наверное, первая такая большая сенсация. Марокко с Бельгией вышли. Марокко с первого места. Сербия вышла с первого места в группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Неплохой результат. И Португалия. Сургоем вышли, выбив Южную Корею и Гану. Дальше был второй раунд. Здесь какие из результатов-то интересные. Наиболее это, наверное, поражение Франции от Мексики со счетом 1-5. Уж не знаю, что там произошло. Да непонятно, что здесь произошло. Просто 1-5, знаете ли, причем вполне по игре. Бывает и такое. Уругвай выбил сербов. Немцы просто разгромили. Марокко. Португалия победила Бразилию. Дальше в четверть финале. А Аргентина в дополнительное время победила Сенегал. Будущий чемпион едва не вылетел. Уругвай выбил Испанию. Англия выбила Мексику. Португалия Германию. В полуфиналах Аргентина лишь по пенальти победила Уругвай. Англия разнесла Португалию. Обычно англичане выиграют в первых сезонах все крупные соревнования. Бортугальцы взяли третье место. Не знаю, что там в финале произошло, но что-то произошло. Решфорд не забил пенальти. В общем-то равный был матч. И на 91-й Энце Фернандес забил. Кто это вообще такой полузащитник, который из Ривера перешел в Бенфику? На 91-й минуте он забил решающий гол. Даже интересно посмотреть, какой же он был, этот гол. Ну то, что англичане, как обычно, клоу на пенальти не забили, это даже смешно. А вот и тот самый гол. Окей, погодите. Но его записали на бьющего? В кого он попал-то вообще? Вот удар. А, ну, мне кажется, это Стоунс все-таки забил. Автогол. Забавный. Такое нечасто раньше встречалось. Ну, рикошеты, конечно, были. Вообще, как-то дальние удары очень круто летят. Вот мы в ФМе. Я, правда, всего один матч сыграл. Но я уже имею свое мнение. Так. Вышли мы из отпуска и включили записи, потому что великое противостояние сейчас будет. Барселоны и Реала. Барселона проиграла 2-7, я так вижу, в товарищеском матче Нью-Кассел. Ну, не Кассел, это будущий грант, победитель Лиги Чемпионов. Надо начинать за него болеть. У Ювенца все не очень хорошо сейчас идет. Кто вот не смотрит в будущее, не верит в золотой мяч Сазонова, в то, что Нью-Кассел станет победителем Лиги Чемпионов, те сильно заблуждаются. Надо заранее такие вещи предвидеть. Надо заранее становиться глориком, чтобы потом говорить, что вы болели. Но если вас спросят, вы говорите всегда, я болел еще во времена Ширера. Понимаете? Я вас только что научил. Всему. Так, ну, Педри нам, конечно, не нужен. Кто такой Педри? А когда есть Латцевич, не надо смешить, так сказать. У них, в принципе, статистика и оценка примерно одинаковые. Ну что ж. Первая Л-Классика для Станислава. Такой вот состав. Автор Штеген Кунде, Арауха, Кристенсен, Альба, Дейон, Клацевич, Фати, Дембеле, Депай, Ливандовский. Так, хочется задать вопрос. А что здесь делает такой бомж, как Депай? Он еще играет за Барселону? Ладно. Давайте. Замотивировал всех. И мы начинаем. Наблюдать за этим матчем. Бензима, Родригес, Милицао, Мелитияо, Родригес, Рудигер, Мелитияо, Модрич, снова Мелитияо. Ну, а перепасовка, в общем, Реала. Вот выходят они из обороны. Похоже, уже самая первая атака у них будет очень опасной. Ой-ой-ой. Столпотворение на фланге. Никто, как обычно, не идет в отбор. Все тусуются друг рядом с другом. Да, это был не момент. Нам просто показали то, как выглядит футбол. Ой, изнанка, так сказать. Блядь. Какого черта? Я ненавижу просто, когда показывают эту режиссерскую камеру. Просто терпеть не могу. Когда стандарты... Вот каждый, кто играет на этой камере, когда у вас стандарты, угловые завороты штрафные, вы человек, который мне не нравится. Я бы вас сплюнул, ребят. Ставьте ТВ и смотрите по-человечески футбол. Хотя... Ой-ой-ой. Ну, это не человеческий футбол. Ну, кунде-то, побыстрее должен быть Модрич. Раз в 50. Модрич в итоге пытается скрыться где-то на трибунах. Нет, все-таки отдает пас на Бензиму. Удар. Терштеген. Прыжок для журнала. Огонек. Но Огонек был в очке, я уверен, у Терштегена, когда Модрич так мяч отобрал. Так, ну а здесь стандарт. Заким будет подбор. Ливандовский. Кристенсен. Входит в штрафную. Да, как-то у Кристенсена карьера, конечно, не сложилась после Звездных войн. Ну и удар бездарный. Выше ворот. Очередной куда-то на трибуны. Куртуа с мячом. Отвратительный, казалось бы, вынос, но прилетает он к кроссу в грудь. Какие-то деды играют у Реала. Модрич, кросс, Бензимаем уже, наверное, 150 на троих. Ну вот хоть кто-то младший. Винни. Младший. Удар с 20 метров в руки Терштегена. Это было запоминающийся момент. Модрич. Да, у меня еще развернутый стайл, хотя поставил в настройках стандартно, чтобы всегда было как мне нравится. Но почему-то после добавления нового менеджера настройки скинулись. Бензима. С мячом. Теперь можно просто вот эти вот настройки выставить в сеттингс, в общих. Не знаю, было ли это раньше. Да, по-моему, все было раньше. По-моему, вообще нет изменений в игре. Ай-яй-яй-яй-яй. 20 подборов. Все отскоки Реалу в ноги. Ну, посмотрим. Десятая минута. Мемпис. Какая обработка. Какая грация, какое изящество. Рауха с мячом пропрасывает. Защитники постоянно вперед бегут. Что у них, что у меня. Постоянно все начинается с того, что защитник бежит вперед. Но за этим будущее футбола. Защитники снова станут играть, как когда-то в 20-е годы. Там вот эти все Либера, там прочие свободные защитники. Саба Сазонов будет первой такой звездой этого амплуа. Он скоро начнет подключаться, проходить все поле, забивать жопой. А Рауха снова заводился, потерял мяч. Сколько раз мы это видим-то? Ну и этот выход один. Ну, нет, этот забит. Но это и не выход. В общем-то и в целом был один на один. Но что-то не складывается, ребята. Что-то не складывается. Переключаемся на атакующий. Говорим постараться. Как так-то? Практически нет никаких моментов. Защитники привозят и привозят. Постоянно у них отбирают мяч. Ладно, когда Дед Модрич, который не способен убежать. Но младший Винни это уже совсем неудачно. Ансу Фати на фланге. Ну, навесь. Нет, он встал, развернулся. Отдал на Кунде. Кунде назад на Де Йонг. Де Йонг попытался навесить, но не навесил. Что, будет подбор с Де Йонгом? Да. Ну, куда сыграет? Назад сыграл. И что, Араху опять пойдет в обводку и потеряет мяч? Нет, он доверяет это дело Кристенсу. Ну, тот бежит теперь вперед. Бежит. Теряет мяч. Младший Винни отбирает. Бежит по левому флангу. Да, мне кажется, серьезные сейчас проблемы у нас будут. Хотя нет, Кунде отбирает и тоже бежит вперед. Это такая... Физическая тики-така, знаете. Кто кого продавит, кто пробежит больше. Модрич побежал. И ударился 35 метров выше ворот. Круто. Мне нравится пока футбол. Но, к сожалению, как-то шансы не проглядываются. Дипай. Заброс. Милитао. Да, и Кровахаль тоже беги. Нет, он решает сыграть поперек на кросса. В итоге кросс крутится с мячом вокруг своей оси. Вау. Слушайте, на Фифу похоже. 23-ю. Там тоже вратари сквозь руки пропускают. Падают на месте. Куртуа решил после этого встать и какой-то непонятный танец беременного кенгуру изобразить. Ну, имеет право. Почему бы и нет, конечно. Давайте перейдем на осторожное. Уж не знаю, более ли осторожно наши защитники начнут обводить Венисиуса Джуниора. Кристенсен снова с мячом убегает куда-то на левый фланг. Бежит на Дембеле. Дембеле переводит туда в центр. Мемпфис, конечно, проиграет Рудигеру. И здесь Арауха страхует. Но подбор снова за Реалом. Заброс на Бензима. Ну, бегите, бегите. Но он же медленный. Он же уже старенький. Останавливается, простреливает. И вот так вот все заканчивается. Ну, что ж. Теперь, мне кажется, вот эта тема. Я уже не первый гол вижу, да. Когда чувак забегает вот куда-то в точку, где кончается поле. Останавливается и простреливает. Раньше таких моментов вообще никогда не было. Никогда бы раньше игрок не прострелил вот так между четверых. Он бы лучше ударил, блядь, или назад побежал. Над этим поработали. Но похоже, что теперь они постоянно будут так забивать. То есть, упираться в эту линию. Давать назад. Под удар. Скатывать. С другой стороны, это и правильно. Таких голов много. В футболе. Да. Реал лучше. Реал лучше. По статистике. Многократно даже. Но у нас есть свои козыри. Где-то на поле Лацевич. Где он? Это он, да. Это он. Давайте включим над ним фамилию. Тогда мы хотя бы будем знать, что он на поле. Штанга. Добивание. Еще одна штанга. Жалко, третий раз не отлетел Гмензиме. Может быть, три штанги. Был бы такой штанг-трик. Кунде. Лацевич убегает куда-то вперед. Не хочет участвовать в этом матче. Но оно и понятно. Он не привык, наверное. Снова игроки проходят сквозь друг друга. Вот! Подставься! Нет. Лацевич вместо того, чтобы подставиться под Родригеса, просто вошел в него. Да. Позорно. Позорно Торштегин. И теперь вот то, ради чего мы брали, собственно говоря, Лацевич. Сейчас Реал решает, что все сделано. Смотрит на бездарную игру наших. А я тем временем выпускаю Педри. И все меняется на поле. Не будет такого, что 21 удар. Вот это все. Играете просто уже. Сейчас вы просто охереете от того, как изменится игра. Смотрите. Начало камбэка. Кунде. На Дипая. Снова Дипай. На Де Йонга. Де Йонг в отличной позиции. Удар. Гол. Это великолепно. И это еще не все, ребята. Это еще не все. Это только начало. 3-2. Становится счет. Левандовский еще пока только один забил. Я думаю, для такого мастера один гол это слишком мало. Де Йонг. Заброс вперед. Тут никого не было. Один Алаба стоял. Возможно, Де Йонг перепутал его со своим футболистом. Да, вот Венисиус, наверное, не получится догнать и срубить. И он как-то издевательский. Но это ничего страшного. Мы переходим в сверхатакующий режим. Что-то не получается у крайних защитников. Постоянно Венисиус упускают. В основном это Кунде обсирается, я так понимаю. Да, печально. Печально на это все смотреть. Но ничего. Возможно, 4-3 мы сделаем сразу. Кристенсен на Кунде. Ну-ка, Кунде, давай, исправляйся. Сделай какой-нибудь мув. Ну, такая интересная передача. Алба выходит один на один и вколачивает мяч в сетку. 4-3, дамы и господа. Что-то хочет посмотреть судья. Но мне кажется, гнусное занятие он решил затеять. Так, погодите. А где здесь мог... Ну... Да, но... Насколько я знаю правила. Ливандовский не был участником этого эпизода. Типа, и как бы, блядь, мяча не трогал. То есть... И это не был удар поворотом. Это был пас на албу. Я не очень понял, если честно, что сейчас произошло. Но судья гнусный тип. Мразь какая-то. Гнида, говнарь. Поэтому, собственно, ничего удивительного. Конечно, теперь уже вряд ли получится отыграться. Весь мой камбэк, он был задуман именно таким. То есть сразу после 4-2, 4-3. И потом полный надлом. То есть... Реал переломлен пополам. Но вместо этого мы сами видим, что произошло. Так, ну, давайте бускится выпустим. Ну, практически выровняли статистику. 39 на 9. 11 уже. То есть в конце атаковали. Ну, судья, что тут еще сказать. Я даже... Ну, я просто не понимаю. Я считаю, это баг. Ну, это на самом деле... Спешно покинуть зал. Это на самом деле баг какой-то. Потому что, конечно, ни о комосайде здесь и речи быть не могло. Ой, в Лиге Чемпионов Ивентус попал на Барселону. Ну, что ж. Это значит, что либо Спанелли, либо Нгуае пройдут в 1-4. Если их не уволят обоих. Так, ну, что ж. Конец сезона. И у меня просто грустнейшее известие. Нас покинул Кингдом на Гае. Его больше нет. Его карьера была закончена после того, как он уступил в триллере Туринскому Ивентусу. По сумме двух матчей. Как это было? 4-4 в гостях. И... Точнее, для Барселоны это был домашний матч. И 3-2. Проиграли они в Турине. После этого все разладилось. Команда скатилась аж на четвертое место. Перестала бороться с Реалом. Ну, вот тут вот видно. Погодите, это что такое? А, вот. Здесь вот видно, что... Пошли какие-то непонятные результаты. Да еще и в первом круге, я смотрю, было все не очень хорошо. Реал доминировал. И, в общем-то, Кингдома прогнали. Его, так сказать, протеже Лацевич остался в команде. Но, естественно, больше не играл. Так, в 15 играх два голевых пасса. Это его результат. Большего не получилось у восходящей и уже затухшей российской звезды. Касательно Ювентуса, то Ювентус дальше вылетел от Баварии. Ну, Бавария сильна. Ничего не поделаешь. Зато, несмотря на такие довольно средние результаты и поражений, мы видим достаточно. Вполне, да. В кубке вот в полуфинале вылетели. Ну, хотя нет, в чемпионате-то неплохо. Шли в чемпионате вот одно поражение от Лацев. Все остальное победа. Особенно второй круг смотрелся неплохо. И за тур до конца Ювентус имеет возможность стать чемпионом. А если в последнем круге... Прошу прощения. Если в последнем туре второго круга обыграет команду Бороянза с 14-го места. Причем матч будет домашним. Ну, проведя некоторые исследования, которые заняли у меня ровно 2 секунды, я сделал вывод, что, скорее всего, Бороянза это футбольный клуб Перуджа. И, соответственно, будем играть мы в последнем туре именно против них. Ладно, я ощущаю, это Монце, здесь это написано. Это клуб нового бывшего владельца Милана, насколько я знаю. Также, кстати, есть еще некоторые приколы в серии А. Например, ну, помимо Наполя, которая здесь портин-поп. Это Саленто. Я бы, кстати, предположил, что это Салернитана, но это Лечи, например. То есть, Салернитана называется Салернитан. С ее названием полный порядок. Кстати, забавно, что у Ювенца два фарма. В серии А, Сосуола и Кремонеза, клубы-партнеры. Ну, не фарма, но тем не менее. В общем, последний тур против Монце. Давайте, уйдем в отпуск до этого матча и попробуем выиграть первое чемпионство. Но оно, на самом деле, не первое. Я покрутил еще там парочку сейвов ради интереса кое-что, потестил. Уже выиграл чемпионство. Но такое вот прямо на запись, да. Посмотрите, вот этот вот дуэль с Панели против Дезербия. Не слишком большие различия во внешности у этих господ. Ну и да. И сейчас будет вот этот вот решающий матч. Давайте посмотрим, что рекомендует ассистент. Демария, Кьеза, Влахович, Милик, Локотеля. Блин, кто такой Фагиоли? Я вот не понимаю. Вроде бы у него 6 плюс 2, но какая-то слабая его. Слабые скиллы какие-то, позиции тоже. Не знаю. Выглядит он, конечно, прикольно. Симпатичный Мау. Но неужели нет никого лучше на позицию атакующего полузащитника? Вот мне кажется, вот этот парень Маккенни, американец. Он даже по перспективе не будет. Давайте-ка я его поставлю. А у него вот, видите, нету какой-то связи такой с остальными игроками. Тут еще Пагба есть. Пагба-так это вообще суперзвезда мирового футбола. Неужели... Давайте Пагбу поставлю. Он, конечно, не совсем атакующий полузащитник. Но, тем не менее. Хотя, знаете что? Мне кажется, я придумал лучше. Маккенни будет, а Пагба будет вместо Локотеля. Вот так я придумал. Мне кажется, это вообще великолепно. Сейчас будем наслаждаться просто выносом в одну калитку. Если не проиграем, конечно. Утверждаем состав. Переходим к матчу. Знаю ли я кого-то из Монца? Хоть одного футболиста. Да, Марлон Брандо, довольно известный персонаж. Ну, на самом деле, знаю только питанию. Это здоровенный, просто... Здоровенный хук. Чувак. Гигантский, абсолютно нетехничный. Он, по-моему, заспал, играл или за какую-то такую фигню. Да, вот посмотрите на него. Я не обманул вас. Да, да, да. Он был в спать. Погодите, что Наполе отдал за это 22,5 миллиона за этого нападающего? Погодите, это реально? Слушайте, они могли мне позвонить, и я бы сказал, ни в коем случае. Серьезно. Ну, да, он заколотил там 16 мячей, 8 мячей за аутсайдера, но он здоровый. Это все, что можно сказать. Сила 18. Насчет координации 18, я не уверен. Почему я его знаю? Потому что как-то лет 5 назад, как раз, когда он играл в спале, я смотрел... Я большой фанат футбольного клуба Самдория. Я смотрел матч, и Самдория спал. Ну, лучше бы я поспал, на самом деле. Но я смотрел матч, и я увидел просто гигантский шмат, который бегал, заспал, и он всех толкал, бил, нелепо падал. В общем, кошмарное вообще впечатление. И тут я узнаю, что за такое отдали 25 миллионов. Удивительно, все-таки не только у нас ничего люди не понимают в футболе. Ну, как вот каждый раз за такие полены отдают... Полене отдают такие бабки, блин. Поставьте любого толстяка из собственного дубля. Результат будет такой же. Кьеза, подача, милик, удар. То ли вратарь достал, то ли перекладин, то ли удар выше, не знаю. Что-то из этого произошло. Кстати, Атланта забила Милану. Нам теперь решили побеждать, в общем-то, может быть, даже и не обязательно. Но Бремер забивает. Ну, тут был офсайд, конечно. Прямо перед вратарем, закрывая вид. Что-то вратарь, по-моему, в туалет хочет или что-то. Прямо перед вратарем стоял молодой человек, который перекрывал ему видимость. Поэтому гол защитный. В отличие от того гола, где... Который просто загубил и карьера... А, нет. Все-таки он был дальше, чем вот этот защитник. Мота или Мата. В общем, я все никак не могу отпустить эту ситуацию с офсайдом и Жорди Альбой. Ведь, по сути, НГАЕ потерял, возможно, свое место работы. Если бы там был бы камбэк, возможно, другая временная линия бы развивалась. Он бы до сих пор был тренером, был счастлив. Растил 8 своих детей. Макенни, тот самый Макенни. Ух ты, какой удар в штангу. Да, еще одна штанга у нас сегодня. Смотрю, любят в них бить футболисты. Особенно выходя 1-1. Поль Погба. Разыгрывает стандарт. Бануччи. Удар мимо ворот. Ну, 1-0. Пока все, в общем-то, нормально. Я на всякий случай просто, знаете, сниму давление. А что? Зачем давить? Ведь Аталанта, прошу прощения, ведет у Милана. И это нас полностью устраивает. Благодаря этому мы даже, наверное, на 6 очков уже впереди на данный момент. Кьеза какой-то странный подкат под Моту сделал. Квадрада. Бежит. Обводит судью. Погба. Данила. Данила на Кьезу закидывает. Кьеза красивая обработка такая. В прыжке, в одно касание прокидывает мяч. Мяч какой-то большой, кстати, с размером с полноги. Ну, это, наверное, условность. Иначе бы его видно не было, наверное. Все какое-то... Вообще, очень странные какие-то... Господи, что сделал вратарь, я не понял. Это реально вот в FIFA, в нынешней так играют в вратаре. Да, так вот. Какие-то вот, знаете, пропорции странные футбол-менеджера. Не только касательно... Не понял. Не только касательно размера мяча, но и вообще размера всего. Так, а где офсайт-то был? Кьеза при... Что это такое вообще? Что это за ерунда? Я не понимаю. Ну, ладно, окей. Ну, раз Вар сказал, то значит... Я думаю, что в Италии тоже деньги просто закончились. И технологии для того, чтобы... Они просто на газу работали. Вот эти технологии офсайдной линии. Теперь чертят от руки. Получается какая-то херня. Одна линия в другую проваливается и мигает. И это офсайд. Пагба с мячом. Я, кстати, наверное, один из немногих, кто... Против Вара в том виде, в котором он сейчас присутствует. Знаете, я бы дал каждому тренеру по три челленджа. И все. Но и они бы не сгорали, если бы он правильно челлендж просил. Потому что... Не то чтобы много пауз. Просто как-то странно этот Вар как-то работает. Сколько уже тупых решений из-за него было. Ничуть не лучше, чем просто обычные судейские ошибки. Вот когда технологически определяют, там, пересек мяч линию ворота или нет. Это правильно. Но когда судья смотрит повторы, все равно придумывает какую-то полную глупость. Или вообще не смотрит повтор, когда его надо посмотреть. Это как-то не... Ну, не знаю. Здесь Влахович забивает головой. Тоже смотрели на предмет офсайда. Хотя, мне кажется, здесь вообще даже рядом его не было и быть не могло. Но прошлое ФМ славилось тем, что там, наверное, 90% голов пересматривали. Уж не знаю, как здесь. Барбарис на Моту. Бремер на перехвате. Посмотрим, что сделает на Квадраде. Влахович. Влахович забрасывает на Милика. Милик. Удар. И это уже третий или четвертый гол. Я уже сбился со счету. Много забиваем. Берендели. Много забиваем. Это матч 3-0. Давайте сверх атакующий. Будем добить прям. Постарайтесь, давайте. Погбу, я думаю, можно заменить. Выпустим туда как раз Локотелли. Барбарис на Де Александра выносит. Да, Маккенни. Ну, я посмотрю, что за Фагиоли все-таки. И, может быть, Демарию заменю на более свежего Костича. Чтобы он, так сказать, мотивированно вошел в игру. Кьезе. Заброс. Влахович. Еще один удар. Ди Григорио берет мяч. Но, я уже думаю, ничего не помешает. Старой бабки стать чемпионом. Как Ди Григорио. Прям мяч не хочет отдавать. Смотрите, ходит с ним, обнял. Прижал к себе, как ребенка. И назад пошел. Выбил все-таки. Ну, прям не хотел, не хотел он расставаться с мячом. Он чувствует, наверное, что чем больше мяч в игре, тем больше шансов на то, что он попадет в его ворота. И Маккенни. Отвратительная передача. Но что делает Марлон Брандос своим другом, непонятно. А что делает Милик, выйдя один на один, еще менее. Понятно, еще бегает, аплодирует, блядь. Кому пас ему никто не отдавал. Это был отскок от защитников. В стиле столкновения Ковтуна и Никифорова на чемпионате мира 2002 в матче с Тунисом. Момент он засрал, как полный бездарь. Возможно, он сорвал этим аплодисменты. Типа весь стадион начал ухахатываться. И он начал им аплодировать. Даже не знаю. Кьеза на Данилу. Данила. Ну, в чем сила в этом ударе? Отлично. Данила справился. Внешней стороной стопы ткнул мимо Дея Григорио. Да, ну, знаете, лет через 10, если графику подвезут, вот эти все ситуации, да, оставят анимацию. Ну, получше стало. Это прям реально бросается в глаза, по сравнению с прошлым годом. Но все равно, как же это убого для 2023-го. Но какие-то вот мини-вот такие удары шведочат, как-то убирают под себя. Раньше все это выглядело, как будто оловянные солдатики ездят на роликах по полю и просто пинают мяч. Сейчас хотя бы что-то видно, да, какие-то такие мелочи. Костик подает. Ну, это, конечно же, пенальти. Тут даже нечего к уху прикладывать палец, как бы, надо просто ставить сразу. Де Григорио и Марлон окружают судью, не хотят этого пенальти. Но он назначен. И бить его будет Войцех Честно. Именно так. Войцех Честно на точке. Разбегается. Удар. Гол. Войцех Честно. 5-0. Первый гол в сезоне. Показывает свое пузо болелом. Какой-то тупняк постоянно происходит еще. Удар-то классный получился. Прыжок вратаря никак не помог, несмотря на то, что он угадал. Донатти, кстати, вышел. Такое вот донатное погоняло у него. Ну и вручение наград. Вот то, ради чего все мы здесь. Яна с панели доказала то, что, в общем-то, она гигант итальянского футбола. Даже стоя не на пьедестале, она выше всех игроков. Начинают сыпаться бумажки. Лучше бы деньгами осыпали победителей. И потом каждому игроку было бы разрешено унести столько банкнот, сколько бы он схватил. Ну вот. Какой-то любимчик несет. серия А главный трофей. Ну главное, чтобы она не съела никого. А матч еще при большом преимуществе. Что ж, мы пришли и взяли свое. Мы должны быть в восторге от этой игры. Вот так вот пришел, увидел, победил. Осталось только Лигу Чемпионов выиграть. Можно удалять игру. Потому что я уже в прошлом FM наиграл там, ну, часов 500-600. А вот это тот же самый практически, абсолютно. Поэтому даже не знаю. Даже не знаю. Так как, ну, стоит ли играть или нет. Так как это просто, по сути, трата времени на то же самое. Что ж, ассистент менеджера приводит правление в восторг. То есть, отобрали из-за того, что я на ассисте, на холике крутил. Вот этот вот самодовольный мужик, мразь вот эта, с пенисом, она как бы получается, благодаря вот этой своей интеллектуальной подготовке, знаете ли, забрала все награды и всю славу себе. А почему меня-то никто не хвалит? Что такое? Вообще нигде не отмечен. Нигде даже новости нет, что я гений. Обидно, обидно. Ну, это все, потому что я красивая, независимая женщина. С интеллектуальной подготовкой всего лишь 14, что, конечно, меньше, чем у ассистента. Но два матча я сыграл. И я считаю, что вот этот матч с Броянзой, это важнейший был матч. То есть, без него ничего бы не получилось. Ладно, давайте посмотрим, что у нас получается. Душин Влахович стал лучшим бомбардиром. Он вообще наколотил 47 в этом сезоне, из них 32 в чемпионате. Милан занял второе место, Аталанта третье, Лацо четвертое. Вылетело с Амдорио, увы, с последнего места. Но и в реальности большие проблемы, к сожалению, для этого прекрасного клуба. Что ж, давайте посмотрим, что у нас в Бундеслиге. А в Бундеслиге у нас чемпионом внезапно стала Бавария. Из такого, что может сильно удивлять, это, наверное, высокая позиция Вольсбурга. И очень высокая позиция Герта, которую тренирует Сандра Шварц. А вот Лейпциг тренирует уже Марка Роза. То есть, там же вроде работал бывший тренер Спартака, но его и в реальности прогнали. И, видимо, здесь тоже. Может быть, он уже на начало сейва отсутствовал. Лучший бомбардир Серж Гонабри. Вот такой вот футболист. Прекрасный. Ну и Шальке снова вылетел с последнего места. Смотрим, что произошло в Англии. В Англии английская премьер-лига – это важно. Манчестер Сити чемпион. Причем, смотрите, Эрлинг Хагеланд забил всего 18 голов. И 31 сезон – это без травм. То есть, он реально вот так вот плохо выступил. Александр Ишак. 20 мячей. Габриэль Жезус забил больше. Даже Кай Хаверт стал лучшим бомбардиром. То есть, человек, который, в принципе, не совсем даже и нападающий. При том, что Манчестер Сити чемпион – очень странная действительно статистика. Вылетел на Тенген Форест с последнего места. А из интересных результатов – высокая позиция у Эливера Гэмптона, наверное. Так, и идем дальше. Что еще можно посмотреть? Получается, Испания. Там, где трудился. Так, не то. Прошу прощения. Там, где трудился наш прекрасный НГЕ. Увы, Иаха Барселона. И за него тоже только на четвертом месте. Ливандовский, впрочем, лучший бомбардир. Ну и тут, в общем-то, все стандартно. Вильяреал третий, разве что выше Барселоны. Но понятно, почему, я думаю. Атлетик из Бильбао. Видимо, какой-то кубок выиграл. Смотрим Италию. Мы только что смотрели. Смотрим Россию. Российская премьер-лига. Тулу выбил Оренбург. Кстати, у Оренбурга довольно крепкий сейчас состав в реальности. Я думаю, что им не грозит вылет. Факел спасся в стыковых субфой. Чемпионом стал Зенит. В какой-то момент у них был отрывчат, типа, 20 очков. Я так смотрел краем глаза. В конце 16 от Сочи, которая на втором месте. Второй год подряд, получается. Вылетел торпедой еще с Уралом. Ну, Динамо третья, ЦСКА четвертая. Удивительный провал Спартака. Лишь восьмое место. Локомотив девятый. А лучшим бомбардиром стал Иван Сергеев. Смотрите. Кадольф Акаич забил 13 голов. Такое возможно только в виртуальной вселенной, скажем прямо. Ну и Франция. Там, кстати, Монако давал бой. Опять не то нажал. Там Монако давал бой. Не знаю, чем это закончилось. А вы знаете, все равно ПСЖ стал чемпионом. 24 мяча Киллианом Бапе. Давайте вот на что посмотрим. Посмотрим, что в Лиге чемпионов. Чем все закончилось. Бабария-Реал будет. Финал. Вот были полуфиналы. Не знаю. Пожелаем удачи. Бабарии, которая нас прошла. Проигрывать-то всегда приятнее сильнейшему. Так. И получается, надо посмотреть тогда клубные турниры. Еще Лигу Европы. Там у нас. Уже закончился финал. Арсенал победил Боруссию. И есть же еще теперь какой-то ультрапомойный кубок. Лига конференции. Здесь финал будет Вильяреал-Фиорентино. Ну, довольно-таки тоже сильный финал. Как по мне, вот такой вот тестовый сезон в FM. Но я не впечатлен. Я крайне не впечатлен. Потому что у меня, ну, за исключением каких-то анимаций в 3D, мне кажется, это та же самая игра. А если учесть, что 3D, оно быстро очень надоедает. Во всяком случае, тем, кто играет много сезонов. Тем, кто играет много. Мне это напоминает чем-то вот недавнюю... Недавнюю... Недавнюю игру Formula 1 Manager. Там тоже довольно прикольное 3D. Но контентное наполнение полный отстой. То есть в игре абсолютно нечего делать. И между гонками. А сами гонки жутко заскриптованы и убоги. Бесконечные вот эти обгоны в DRS с помощью ERS и паровозики. Да, и это даже не фиксят. То есть патчи больше не упускают. А в игре вообще нет контента. Даже по сравнению с мобильным мотоспортменеджером. Здесь то же самое. Это все уже 10 лет не меняется. Вообще ничего. Только база меняется с игроками. И все, обновляют они ее. А 3D-матч это ну как бы он... Да, он стал получше. Но блин, мне даже смешно об этом говорить. Потому что наверняка если долго играть, то там вылезут проблемы с какими-то штангами. Или еще чем-нибудь. Или еще какой-нибудь туфтой. И эти маленькие анимации, которые стали там чуть-чуть поприятнее. Они же все равно говно. Потому что общий уровень этого 3D-матча, его исполнения графического, он крайне низок. Это до сих пор какая-то схематичная какая-то блевотина из прошлого века. То есть даже FIFA-менеджеры, которые там используют, по-моему, чуть ли не движок от FIFA 2003. Он и то выглядит лучше, чем эта грусть. При том, что последний FIFA-менеджер тоже был просто апдейтом базы. Это была 14-я часть, и она была апдейтом к 13-й. Не поменялась игра, то есть игра не выходит уже на протяжении 9 лет. А здесь, ну, да она выходит каждый год и вообще ничего не меняется. То есть если что-то и меняется, то настолько по минимуму, что... Причем большинство из этих изменений, они вообще не юзаются. А некоторые, типа, новые системы скаутинга, они даже стали, ну, хуже, чем были, на мой взгляд, раньше когда-то. Еще когда все это было иначе. Короче говоря, 15 тысяч тенгей это вообще не стоит. Ну, абсолютно не стоит. Ну, совершенно не стоит. Я рекомендую даже, ну, не заморачиваться и не покупать. Потому что для того, чтобы купить, надо заморочиться. Увы, почему-то вот это вот из года в год делание одного и того же, оно не приводит к тому, что эту игру перестают покупатели к падению онлайн. Она супер популярна в Великобритании, да и по всему миру. И, на мой взгляд, ее аудитория только растет. Потому что старички продолжают играть, новые игроки, там, молодежь, интересующаяся футболом. Тоже постепенно вливаются в ряды старперов, любителей табличек. И они так и будут делать. То есть, 24-й опять будет тем же самым. Я, наверное, уже не дождусь того момента, когда они скажут, все, это дерьмо заебало, мы делаем полностью все заново. Нормальный делаем интерфейс, чтобы не надо было там ставить скины. Ну, то есть, вот эту тему, которая делает интерфейс более дружелюбным. Мы перерабатываем полностью там тренировки, финансы, селекцию, скаутинг, систему потенциалов делаем иной. То есть, как-то по-другому взглянем на все это. Потому что это все не идеально работает. Да, лучше никто ничего не придумал. Но я уверен, что даже внутри серии футбол-менеджера были какие-то решения более адекватные, чем то, что сейчас есть. Связано с той же селекцией, примерно. Но никто вообще не шевелится. То есть, только обновляется база данных. Матч, движок в глобальном смысле. Не вот эти вот изменения движка. То, что там пару анимаций завезли и перебалансили. Что теперь там вместо Центрадавилова будет какой-нибудь Драчилова флангов. Или пасы в разрез. Или, блядь, еще какая-нибудь хуйня. А вот именно концептуальная переработка. Абсолютно новый графический и матчевый движок. И это вообще, наверное, даже... Я не знаю уже, когда это произойдет. Это решение созрело, на мой взгляд. Ну, блядь... Не знаю. Когда? Но оно явно созрело. Но только не у них. Потому что, в любом случае, при минимальных затратах можно зарабатывать максимум денег. И я это не уважаю. Поэтому я надеюсь, что люди будут умнеть и перестанут просто покупать одно и то же. Ну, сколько можно. Реально. Это просто апдейт базы. Почему бы тогда и не выпускать его раз в год по урезанной цене? Что, ну, отличие... Вот между прошлой и этой частью, ну, я не знаю. Ну, это просто одна игра, одна и та же. Просто абсолютно одна и та же игра. Чтобы заметить разницу, надо прям много было наиграть в ту. И прям перейдя вот... Ну, буквально 2-3 дня назад я запускал старый FM. Сейчас запустил этот. Ну, да, я вижу какие-то отличия в том же 3D-матче. Ну, и одна вкладка. Ну, это просто смешно. Понятно, что найдутся опять вот эти люди, которые готовы любой дерьмище есть. Главное, чтобы оно каждый год выходило. И они расскажут, что я максимально неправ. И здесь просто пиздец, сколько нововведений, которые переворачивают все в их понимании. Но, блядь, по факту я вижу, что в эту игру можно играть точно так же, как последние 10 лет. То есть просто, ну, собирать через селекцию. Или даже уже можно не париться, уже все автоматизировано. Ну, то есть тупо через спортивного директора собирать какой-нибудь состав. И вот, например, Иван Нильсона советует. Купить отличное предложение. Все, забираем Иван Нильсона. Мне уже даже игроков искать не надо. Все за меня игра сама делает. И набираю там бестов, лутаю бабки на международной арене. Крэп сейвы тоже все по одному и тому же сценарию уже 10 лет. Ну, когда ты поднимаешься снизу. Расписывать не буду. Много раз такие сейвы показывал. Короче, блядь, ну, ничего нового. Ничего, что может заинтересовать. Ничего, что может заставить сидеть и тратить часы. Потому что уже все это было тысячу раз. Просто вообще, ну, блин, я даже не могу. Вот какой интерес, вот что я могу придумать, чтобы этот интерес зародить. То есть какой-то сейв с какой-то изращенной концепцией. Ну, есть у меня пара идей. Но по факту я мог то же самое делать в 22-м ФМе и не тратить 15 тысяч тенге. Короче, пизду. Не покупайте. Мое мнение такое. Я думаю, что большинство людей со мной согласятся. Эту часть можно смело пропускать и ждать. Может быть, через одну завезут еще какие-нибудь 2-3 фишечки в меню. И уже, ну, трата будет более оправданная. А к 2028-му, может быть, я не знаю, там, сделают тренировки в 3D, там, или еще что-нибудь. Появится уже действительно реальный стимул на распродажу взять. Но мне кажется, вообще ничего происходить не будет. Так и будет вот это. Вот это вот как было, так и будет. Одно и то же. Из года в год, из года в год. Пока люди, пока западная аудитория это покупает, пока продажи не просядут, никто не, ни о чем беспокоиться не будет. Ну и так как это все-таки нишевая тема, да, то я думаю, что здесь еще и не будет конкурента никакого. Хотя я думаю, что при желании, те же электроники, при всей моей нелюбви к ними, я понимаю, что их менеджер, это тоже будет бесконечно. Если они вдруг снова возродят, например, тот же FIFA менеджер, это будет абсолютно тот же самый бесконечный рескин, но с обновлением датабазы. Но там хотя бы я чувствую, что может быть какой-то свежий подход. И спрос на это есть, потому что я видел реально сумасшедших FIFA, которые запускают карьеру и играют в карьеру в FIFA как в менеджер. То есть, ну, по факту так можно делать, но это уже совсем какой-то ультра примитив. Казалось бы, возьми тех же чуваков, которые когда-то там, ну, вот они делают Total Club Manager, потом электроники купили, сделали FIFA менеджер, найди таких же чуваков, которые шарят, или там чуваков, которые делают какие-нибудь любительские менеджеры, которых полно в Стиме. Пусть они сделают вот эту всю часть, да, с табличками и всем остальным. А от электроников требуется только нормальный матчевый движок, и все, по факту. Это будет вполне себе играбельно и не так сложно. И будет хоть какая-то конкуренция. Но пока конкуренции нет, вот что мы видим. Опять 25, опять то же самое. Абсолютно, абсолютно то же самое. Всем удачи, увидимся.